Музыка Точно ночью вот этими блоками было перегорожено и въезд на эту парковку, на эту стоянку, которой изначально уже пользовались все городские жители, потому что здесь торговые центры. Здесь будет платная парковка, будет установлен шлагбаум для того, чтобы уже эту бесплатную парковку для населения убрать. То есть по периметру вот здесь, если посмотреть, по ближайшему микрорайону, никакой стоянки, где можно оставить автомобиль городской бесплатной нет. А зачем убрали, не знаете, эту парковку? Хотел сделать платной. Платной? Да. Ничего себе. Музыка Ну, я самозанятый в такси, поэтому, как бы, это одна из точек, где можно просто встать, отдохнуть, попить кофе. Ну, вы тоже люди, вы тоже должны отдыхать. Музыка То есть покупателей вообще нет? Они есть. Я не буду врать, что их нет, но их было значительно больше. Если человек мог подъехать сюда, забежать в магазин, что-то купить, пробежаться, сейчас ко мне будут приходить. Только если ей что-то надо порвалось, сломалось или надо купить подарок. Вот только так. Потому что припарковаться рядом негде, лучше мы доедем до Геллона, там есть место, чтобы я вышла из машины, зашла в магазин, приобрела то, что надо, ушла. А сюда это уже составляет уже трудности. Ну, жалуются покупатели то, что стоять негде, а так? Жалуются. А меньше ли с тобой покупателей? Меньше, да, чуть-чуть. Музыка Была она платная одно время. С одной стороны, значит, ставили барьер, как сказать, там, шок, это самое, железку, что ли, какую-то заезжает, деньги платит, выезжает, отпускает, все, а потом украли. А когда это было, не так? Ну, не знаю, наверное, лет уже около 15-ти было назад. Участок именно под стоянку находится в муниципальной собственности. Это первую очередь, да. Там, конечно же, располагаются транспортные средства гостей, которые приезжают, торговые центры, жители, которые там проживают. Но очень много лет, да, и прошлый год это было хорошим свидетельством, когда у нас были горы размером там почти с два этажа, снега, который никто не вывозит, никто не собирает, не очищает. Это, во-первых. Во-вторых, там очень много оставляют, так называемых, подснежников, машины, которые просто на зимнее время оставляют и затрудняют уборку. Уборку, кроме как муниципалитета, никто не осуществляет. То есть никому это не нужно, ни владельцам торговых центров, ни жителям, никому это не нужно. Соответственно, муниципалитет своими силами там все это убирает. Перед тем, как мы приняли решение сделать там стоянку такого формата, мы предлагали всем собственникам, которые там находятся, всем, практически всем владельцам, которые есть, взять, либо купить собственность, либо взять в аренду этот участок для того, чтобы они могли сами, как они желают и хотят, выстроить парковочную линию, чтобы она была чистая, чтобы она была опрятная, да, чтобы люди могли спокойно туда приезжать и поставить свои автомобили. Делать свои покупки. Они не хотят заниматься. Они считают, что все должны, а они не должны. Мы хотим, чтобы город был чистый, город был опрятный, чтобы нашим гостям города приятно было бы сюда приезжать. И, соответственно, мы сделаем все усилия для того, чтобы не только этот торговый центр, все торговые центры были чистые. Спасибо. 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 Спасибо.